Новый стадион Спартака «Открытие арены» отвечает всем мировым стандартам. Однако подъехать к нему на автотранспорте в день матча из-за загруженности Волколамского шоссе не так-то просто. Подробнее в сюжете у Кирилла Планкина. Стадион московского Спартака «Открытие арены» оборудован по последнему слову техники и отвечает всем мировым стандартам. В этом успел убедиться и президент страны, и футболисты. Здесь уже проведен первый официальный матч команды в российской премьер-лиге. Трибуны спорткомплекса вмещают 45 тысяч мест, которые расположены под крышей и комфортны для зрителей. Овальная форма арены обеспечивает хороший обзор из любого уголка трибун. Тем не менее, стадион оборудован двумя видеоэкранами, на которых регулярно крутят повторы опасных моментов и забитых мячей. На первый матч, проведенный в день официального открытия стадиона, пришло около 42 тысяч человек. Однако все достоинства грандиозного сооружения, на котором планируется проведение матчей чемпионата мира 2018 года, омрачает огромная череда пробок на Волоколамском шоссе. Только по нему можно добраться до открытия арены на автотранспорте. А в дни проведения матчей длина заторов увеличивается в разы. Власти столицы запланировали построить специальную развязку, чтобы увеличить пропускную способность трассы в районе стадиона. Ну, как сказать, Москва приняла очень большой ряд решений для того, чтобы разрешить эту проблему. Но вся реконструкция Волоколамского шоссе начнется в следующем году. Значит, до 2017 года проехать сюда вообще-то лучше на метро, скажем честно. И поэтому вот то, что у нас получилось открыть стадион, и Москва пошла навстречу, открыла станцию метро рядом, это как бы тоже они в стой конве и действовали. Станция «Спартак» в дни матчей работает только для выхода пассажиров. Тем самым власти стараются избежать давки после окончания спортивных мероприятий на стадионе. Кирилл Планкин, LifeNews.